Ассалам алейкум! В эфире телеканал ННТ новости Дагестана, в студии Карим Даниев и в начале коротко о главном. Более двух тысяч вопросов и они все еще продолжают поступать. 25 января в 15.00 начнется прямая линия Сергея Меликова с жителями региона. Какие проблемы волнуют дагестанцев, узнали и наши корреспонденты. Шьем для наших! О том, что отправили в зону специальной военной операции ученицы Кизилюртовской школы модельеров, смотрите в выпуске. Пробежка с чемпионом. О забеге, который прошел в парке Ленинского комсомола расскажем в спортивном блоке новостей. В республику с рабочим визитом прибыл заместитель министра обороны России Тимур Иванов. В сопровождении главы региона Сергея Меликова он осмотрел место строительства новой школы в микрорайоне Ипподром в столице республики. Школа рассчитана на 1224 ученика и возводится в рамках реализации нацпроекта образования. Также Иванов проинспектировал ход обустройства причального фронта Каспийской флотилии в республике. В 2023 году здесь планируется строительство четырех новых причалов и гидроспуск. Их общая протяженность составит 3 километра. Более 2000 обращений поступило в адрес Сергея Меликова от жителей региона. Осталось немного времени до главного республиканского политического события прямого эфира с главой Дагестана. Он пройдет 25 января в 15.00. В основном вопросы касаются качества энерго и водоснабжения, а также медицинской помощи и лекарственного обеспечения. Сообщения продолжают поступать. Их можно отправлять ежедневно по номеру 98 90 74 или через портал вопросмеликову.ру. Прямой эфир будет транслироваться на нашем канале, а также на РГВК и ГТРК Дагестан. Съемочная группа ННТ решила выйти на улицы Махачкалы и узнать у горожан, какой вопрос они бы хотели задать руководителю республики. Какой бы вопрос задали Сергею Меликову на прямой линии? Ну, насчет коммунального хозяйства. Электричество, перебои видели, какие по городу. Транспорт плохо ездит. Вот это основные проблемы. Как я еще являюсь студенткой, я бы хотела спросить, возможно ли увеличение бюджетных мест в университетах, потому что мне кажется, что их слишком мало на данный момент. Кто едет, все, плохое состояние в центре города. Единственный проспект Имама Шамиля. Как можно в таком проспекте Имама Шамиля ездить? Хорошие дороги. Вот здесь, на этой улице они прекрасные. Сам парк, сама улица тоже прекрасно выглядит, прекрасно обустроена. Но все-таки есть некоторые места, где дороги очень плохие. Очистку окружающей среды как-то более развития. Прибрежных районов, вот этих от мусора. Ну и очистку вот, скорее всего. Я бы вообще задал вопрос, который касается, например, я работаю вот институты языка, литературы и искусства. Когда наше республиканское руководство будет помогать изданию научных книг, монографий, словарей, которые должны выходить на всех языках республики Дагестан. Насчет общественного транспорта. Вот касаемо вот этого, можно сказать, что маршрутки вот сейчас это вот большая проблема для города. Он же тоже как бы растет, получается. А систему транспортного, общественного транспорта никак не берется во внимание. Нет, вопрос, наверное, не задам, просто просьба будет. Пусть обратить внимание на спорт. Хорошо? Ну, не знаю, хоть как-то пусть помогает, чтобы наша вот эта молодежь, дети, немножко пусть акции. Я понимаю, у него много забот, дел. Чуть-чуть на спорт тоже пусть посмотрит. То есть, чтобы про нас не забывал, про тренировок и так далее, про наши спорткомплексы. Как будет развиваться система образования и что ждет студентов в будущем? Когда решат проблемы со светом в городе Махачкала? Когда наладят водоснабжение во всех регионах Дагестана. Там же, например, в Буйнакске или в некоторых городах или селах дают по определенным часам времени воду и в цистерны заполняют, когда эта проблема в Дагестане решится. Я бы задал вопрос, почему у нас на среднюю зарплату в Махачкале невозможно снимать квартиру и нормально жить? И что вы можете сделать с этим? Когда воцарится порядок и когда повысят заработную плату и уменьшат оплату по налогам, которые каждый раз растут. Новый в Рио министр финансов назначен в Дагестане. Им стал экс-глава Левашинского района Шамиль Дабишев. Юнус Саадуев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Соответствующие указы подписал глава региона Сергей Меликов. Новые дороги – новые возможности. В этом году в Дагестане отремонтируют 59,5 километров автодорог. На эти цели выделено более 2 миллиардов рублей по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Одним из основных объектов ремонта станет участок автодороги Маграмкент-Ахтыруту. Трасса обеспечивает транспортное сообщение до Куспаринского, Ахтынского и Рутульского районов между собой и опорной сетью дорог республики. Не препятствовать, а направить предпринимателей в правильное русло. Вице-премьер республики с рабочей поездкой посетил Шамильский район. Целью визита было обсуждение неформальной занятости в муниципалитете. После той инвентаризации, которую вы проведете, если мы повторно будем выверять, сверять и обнаружиться, что какой-то кафе, какой-то магазин не включен в список, не внесен в реестр и не состоит на налоговом учете, спрос будет с каждым. Делается это, во-первых, для того, чтобы все занятые люди оформляли свои трудовые отношения легально, чтобы были отчисления пенсионных фондов, страховые выплаты и так далее. И второе, для увеличения доходной части. Человек, раз занимается коммерческой деятельностью, он должен четко понимать, что есть налоговый орган, что есть понятие уплата налогов. Это иначе незаконная деятельность. Я призываю вас, чтобы вы эту работу проводили с этими представителями коммерческих структур так, чтобы и другим желалось и хотелось заниматься коммерческой деятельностью. Не препятствовать, препоны не делали, не давить, не душить, а наоборот, помочь и узаконить. Созданной комиссией было поручено довести до всех теневых бизнесменов все плюсы легальной работы. Гуманитарные грузы на территорию спецоперации из регионов страны отправляются еженедельно. Волонтеры не только собирают, но и сами шьют необходимое. Так ученицы Кизелюртовского филиала Академии модельеров присоединились к республиканской акции «Шьем для наших». Здесь для бойцов изготавливают теплые носки-валенки. Ну вот мы отшиваем вот такие вот носочки и не только носочки из флиса мы шьем теплую одежду. Для наших ребят, для наших солдат. Это и балаклавы, это термобелье и толстовки. Но очень много мы получаем от ребят отзывов, которые говорят, что в них очень тепло в первую очередь. Ну и, конечно же, слова благодарности. Это все делается для того, чтобы наши ребята вернулись домой. И к другим новостям. В Джума-мечете Каспийска состоялся маджлис Шамильского района. На мероприятие собрались тысячи людей. Это жители и выходцы из разных сел муниципалитета. Перед собравшимися выступили ученые-богословы, общественники и представители местной власти. Они говорили о важности доброго отношения друг к другу, воспитании детей, о пагубности наркомании и зависти. Материнство и отцовство – это искусство. Это знание, это опыт. Кто-нибудь из нас подумал над этим? Нет, скорее всего, большинство из нас просто выпустили наших детей на произвол судьбы. Да, мы их одеваем, мы их кормим, мы их устраиваем куда-то. Но о том, о чем они думают, что у них в голове будет, о чем они будут любить, кого они будут любить, кого они должны ненавидеть, об этом крайне редко. Мы, родители, заводим разговоры с нашими собственными детьми. В ходе мероприятия звучали строки из Священного Корана и Нашиды. Среди участников мероприятия организаторы также разыграли три путевки на Малый Хадж Умра. По завершению встречи всех желающих накормили вкусным обедом. На самом деле, очень полезную, мощную информацию получили, такой заряд. Я думаю, сейчас каждый по-новому взглянет на воспитание детей, на свое личное воспитание, развитие. И это послужит тому, что каждый из нас, кто пришел на Малый Хаджи, станет немножечко лучше. Тем самым принесет пользу обществу и Дагестану в целом. Можно сказать, каждый житель каждого села совместно провели и шала, и дальше будем проводить. Машала, наверное, не меньше 5000 человек, наверное, было. Вверху полный, внизу, первый этаж полный. Все, которые это организовали, всем спасибо, здоровья, чтобы в дальнейшем тоже такие мазицы много делать. Перейдем к новостям спорта. В здоровом теле, здоровый дух. Более пяти районов Дагестана приняли участие в спортивной акции «Пробежка с чемпионом». Утренний забег прошел в парке Ленинского комсомола и собрал победителей, призеров международных и всероссийских соревнований, а также взрослых и детей. В спортивном забеге принял участие и богослов Идрис Асадулаев. С каждого района здесь чемпион проводит зарядку. Каждую следующую неделю добавляется новый район. Вот так вот. Вначале один район был, потом второй, третий. Вот уже пять районов принимают участие. Вот так мы намерены всех районов собрать. Уже человек четыреста собралось, алхамдуллах. В СССР очень много людей, представители Шамильского района, Таратинского района, Чарадинского района, Кудимского района. Очень много людей, очень много старших. И это очень приятно видеть, что наши братья, наши земляки поддерживают здоровый образ жизни и принимают участие в таких акциях, где зарождается и дружба, и отношения, и братство. После пробежки участники акции подкрепились вкусным чаем из самовара и сделали совместную фотографию. Мероприятие было организовано отделом просвещения при Муфтиятии Республики совместно с общественной организацией «Молодежь Махачкалы». Три золотые медали выиграла сборная Дагестана по настольному теннису на чемпионате СКФО. Соревнования среди мужчин и женщин прошли в Нальчике. Впервые чемпионом округа удалось стать мужской команде Республики. Этот результат позволил нашим теннисистам пройти отборный чемпионат России. Еще два золота сборной принесла ее лидер Елена Тузова. Она стала первой в личном зачете, а также вместе с теннисисткой из Кабардино-Балкарии Еленой Кан победила в парном женском разряде. Кроме этого, в копилке нашей команды одно серебро и три бронзовые медали. Все спортсмены представляют Махачкалинскую спортшколу имени Гусаева. Это были все новости на сегодня. Всего доброго. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова